МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем продолжить повествование, напомним зрителям, что согласно общепринятому уже среди зарубежных в первую очередь экспертов, одним из ключевых факторов тотального превосходства вооруженных сил Азербайджана над противником в ходе последней войны была концептуальная неготовность армянской стороны, из которой проистекали и все иные неготовности – от кадровой до материально-технической. То есть армянская сторона готовилась к прошлой войне. И армяне не первые, кто совершил подобную ошибку. На эти грабли наступали многие. Понятно, что в первую очередь вопрос, была ли прошедшая война последней. На этот вопрос сложно ответить однозначно. Тем не менее, сама тема, обсуждаемая в этом материале, уже подразумевает формулу «хочешь мира – готовься к войне». Следовательно, чем лучше мы усвоим уроки последней войны, тем больше шансов, что она действительно станет в регионе последней. В любом случае, готовиться к маневру южным флангом а-ля 2020 с прорывом эшелонированных линий обороны армян бессмысленно. Надо меняться по требованию контекста, который, кстати, мы сами же создали своей блестящей победой. Без сомнений, можно сколь угодно долго рассуждать о том, что советская армия и советская военная доктрина – это наследие Золотой Орды. Но советская военная доктрина в годы Великой Отечественной, в особенности с точки зрения соответствия организационной структуры войск и их материально-технического обеспечения окружающей обстановки, представляет очень хороший пример эволюции, о которой мы говорим. Вот, к примеру, отрывок из книги советского генштабиста генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко, генеральный штаб в годы войны. Уже в первые месяцы войны генштабисты столкнулись с острой нехваткой у нас танков. Противник же, имея преимущество в воздухе, продолжал продвигаться и действовать мощными танковыми клиньями, стремясь разорвать в клочья оборону советских войск. Встал вопрос о соответствии организационной структуры войск сложившимся условиям. В частности, требовалось решить задачу – нужно ли продолжать взятый перед войной курс на создание механизированных корпусов, является ли он правильным в новой обстановке. Теоретически, этот курс по-прежнему признавался верным, но выявилось, что промышленность в ту тяжелую пору не может в короткие сроки полностью обеспечить техникой эти весьма крупные соединения. Следовательно, правильнее было отказаться от таких формирований на то время, пока народное хозяйство не даст войскам боевые машины в нужном количестве. Как же в данном случае поступить? Рассуждали примерно так. Реальной силой, способной дать отпор гитлеровским танкам и моторизированной пехоте, является советская пехота. Для устойчивости необходимо ее насытить противотанковой артиллерией и танками. Серьезная танковая поддержка могла быть реально оказана за счет более мелких соединений, частей и подразделений, то есть танковых бригад, полков и батальонов, а не за счет корпусов, которые действовали самостоятельно. На том и остановились. В последующем положение с производством танков постепенно менялось в лучшую сторону. Стали думать о возврате к корпусам, поскольку опыт войны свидетельствовал, что без них невозможно развитие операций на большую глубину, где требовалось сочетать сильный огонь с большой ударной силой, подвижностью и маневренностью, способностью самостоятельно действовать в отрыве от пехоты. Поэтому весной 1942 года приступили к формированию танковых армий, танковых, а вслед за ними и механизированных корпусов. Военная теория гласит, что организация боевых организмов, то есть полков, бригад, дивизий, армий и так далее, в том числе их численность, а также количество и качество вооружения, как производные от той или иной организации, должны быть стабильными, незыблемыми значительный отрезок времени, чтобы впечататься, так сказать, в организационную память, чтобы организация войск начала бы соответствовать тактике и стратегии, как любимая шпага, в руках профессионального фехтовальщика. Однако, как только появляется новое оружие и новая техника, или если этого требуют специфические условия театра военных действий, то организация войск должна сразу же меняться, корректироваться под новые реалии. Далеко за примерами идти не будем, и обратимся к истории нашего же успеха в ходе 44-дневной войны. Попытки анализа организации азербайджанского наступления мерками традиционных для многих постсоветских и не только стран, корпусов и бригад, обречены на провал заранее. Азербайджанское командование применило в ходе планирования своих операций принципы сетицентрической войны со всеми вытекающими для организации войск выводами. Сетицентрическая война – военная доктрина, впервые разработанная в США и применяемая целым рядом западных стран, ориентированная на повышение боевых возможностей за счет достижения превосходства в объеме, качестве и скорости обмена информацией между боевыми единицами посредством объединения их в единую сеть. Выводя военное искусство на новый уровень организации процессов и людей, сетицентрическая война предполагает новые формы организационного поведения. Возможно, поэтому на острии азербайджанского наступления шли специально подготовленные сводные группы – комплектация, подготовка и организация которых велась по принципу «таск-форс», что порой не совсем верно переводится на русский язык как «оперативная группа войск». Несмотря на то, что теория военного искусства всегда высоко ценила инициативу командующих в тактике и частично в оперативном искусстве применения войск, в организационных вопросах полевые командующие могли выявлять достоинства и недостатки организации войск и докладывать о них, делать предложение об улучшении организационной структуры, но не менять ее. Последнее – исключительная прерогатива генерального штаба, центрального органа военного и оперативного управления вооруженными силами во многих государствах мира. Возвращаясь, кстати, к Штеменко, необходимо отметить, что в своих воспоминаниях этот, мягко говоря, отнюдь не худший из советских генералов особо подчеркивает важность взаимодействия между операторами и организаторами. То есть на уровне генштаба это взаимодействие между оперативным и организационно-мобилизационным управлениями или отделами в генштабе. Еще один факт из положительного советского опыта, уже в начале Великой Отечественной войны в генштабе Красной Армии был сформирован отдел по изучению и использованию опыта войны под начальством генерал-майора, впоследствии генерал-лейтенанта, Петра Пантелеймоновича Вечного. Петр Пантелеймонович Вечный. 1891-1957. Советский военачальник, участник Первой мировой, гражданской войны в России, гражданской войны в Испании, Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант, доцент, кандидат военных наук. В августе 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, переведен в оперативное управление генерального штаба Красной Армии на должность начальника южного направления. С сентября того же года заместитель начальника генерального штаба, начальник южного направления оперативного управления. Под наблюдением генерал-майора Петра Вечного создавался боевой устав пехоты Красной Армии. Часть первая – боец, отделение, взвод, рота, и часть вторая – батальон, полк, изданный в Москве в 1942 году. На отдел была возложена обязанность изучать боевой опыт войны и соответствующие выводы, полезные для действий войск, доводить до советских командиров на местах. На этот же отдел возлагалась организация разработки всякого рода инструкций и уставов, распространявшихся среди командиров на местах, начиная с командиров полков всех родов войск, в виде нумерованных сборников уже с осени 1942 года. В 1945 году отдел был преобразован в управление. Интересно, не правда ли? Особое внимание советские военные теоретики из Генштаба в те годы уделяли опыту командиров батальонного уровня. В контексте организации азербайджанского наступления и хода боевых действий в 44-дневной Отечественной войне это будет, скорее всего, уровень командиров тех самых сводных групп, что шли на острие наступления. Но не в этом дело. Главное, что меняться на основе опыта нашей победы нужно уже сейчас. Причем учиться на собственном положительном опыте приятнее и легче, чем на опыте отрицательном. Тем не менее, важно понимать, что успех в последней войне не должен означать, что следующая война, если будет, то будет непременно такой же. К этому очень мало предпосылок. Так что при внесении положительного опыта в организацию и структуру должно принимать во внимание скорее такие вызовы и задачи, как обеспечение охраны и неприкосновенности государственной границы, выявление и нейтрализация вражеской агентуры, обеспечение информационно-разведывательной деятельности на территории Армении и в Нагорном Карабахе, проведение всего иного объема работ по разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также обеспечение охраны общественного порядка и безопасности критической инфраструктуры на освобожденных территориях. Особый интерес вызывает вопрос того, как азербайджанское командование организует систему пограничных застав, комендатур, отрядов и округов, таким образом, который бы отвечал оперативно-стратегической обстановке после войны в целом и тактическим особенностям каждого участка в частности. Кроме того, возникнет еще одна интересная задача, как применить возможности нашей малой и средней беспилотной авиации таким образом, чтобы обладать тотальным и интегральным господством в воздухе на всей протяженности государственной границы в режиме 24 на 7. Если потребуется, то это могло бы стать частью более многоуровневой системы пограничной безопасности, которая бы включала также сеть стационарных камер. Несомненно, все описанное должно также подразумевать механизм экстренного пограничного реагирования в разных режимах. От режима «одиночный ашот-нарушитель» до режима «вторжение». Наконец, учитывая сложившиеся после 44-дневной Отечественной войны условия, важно разработать концептуальные подходы проактивной борьбы с армянским населением в Нагорном Карабахе. Например, на основе американского опыта, концепции «human terrain» или «человеческого ландшафта». Очень хороший опыт по проактивной работе с курдским населением Восточной Анатолии имеется у коллег из турецкой жандармерии. Кстати, в генштабе турецкой жандармерии имеется собственный разведупр, то есть разведуправление. Как мы и говорили в начале этого материала, все определяется конкретными условиями. Почему бы и нет, если условия и вызовы потребуют того? Думается, это и многое другое мы очень скоро начнем наблюдать косвенно по тому, как будет меняться характер проводимых в вооруженных силах Азербайджана учений, в том числе и командно-штабных. А может и не будем наблюдать, в конце концов, чем меньше видно, тем лучше. Не исключено еще и то, что в ближайшее время мы станем свидетелями важных кадровых назначений в генштабе вооруженных сил страны, как раз-таки рассчитанных на все описанное выше и больше. А пока наши военнослужащие успешно завершают участие в очередных совместных с турецкими коллегами зимних учениях в горах Восточной Анатолии. Судя по всему, наступательно.